Водоем 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 Возмущение подогревалось и различными слухами, что спасателя якобы не было на месте, что полиция не желает открывать уголовное дело, что россияне спускают воду на плотине, когда захотят без предупреждения и так далее. Обеспокоенные местные власти вчера и сегодня провели ряд совещаний с представителями правоохранительных органов и охранной фирмы. В итоге уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности было все же заведено. На пляже появился второй охранник, и в ближайшее время будут предприняты и прочие меры. Смотря на то, что нет прямых доказательств, и спекуляции такие существуют в отношении шлюзов, мы, конечно же, отошлем письмо на российскую сторону для того, чтобы каким-то образом наладить вот эту систему оповещения. И у нас уже запланированы встречи с соответствующими службами для того, чтобы, во-первых, проанализировать, есть такая опасность от открытия шлюзов, что возникают непредвиденные течения водовороты в данном водоеме. И есть ли необходимость каким-то образом улучшать систему оповещения в случае поднятия этих шлюзов, открытия шлюзов на этой ГЭС. Вот это будет сделано. А то, что сейчас уже сделано, уже предприняты сразу дополнительные меры по осуществлению безопасности вот на данном водоеме. Это уже продлено время пребывания спасателей. Вот именно на этой акватории, которая, еще раз говорю, огорожена буйками, отмечена допустимая глубина на них. И отмечена территория, где рельеф дна позволяет безопасно находиться в воде. Значит, спасатели там будут находиться до 20 часов. Значит, начиная уже с сегодняшнего дня, в период с 3 часов дня до 8 часов, будет находиться не один, а два спасателя. Значит, также мы договорились, что начиная с 11 часов до 20.00 каждый час будет приезжать патруль данной охранной фирмы, которая осуществляет услугу охраны пляжа и услуга спасателя. Что стало истинной причиной гибели девочки, должно выяснить следствие. Однако уже сейчас ясно, что сброс воды на плотине по-прежнему представляет немалую опасность для жителей Нарвы. При открытии шлюзов российские энергетики действуют по одному им известному плану и до сих пор все попытки нарвских властей установить с ними контакт, чтобы также быть в курсе их действий, не увенчались успехом. Не спешат помочь в данном вопросе и эстонские государственные инстанции, например, пограничная охрана, хотя неоднократно высказывалось мнение, что несогласованные действия российской стороны угрожают ни много ни мало безопасности Эстонии. Так что до сих пор единственным сигналом о том, что шлюзы открываются, остается звук сирены. А он порой означает не просто увеличение скорости течения в реке и подъем уровня воды. Два года назад спуск через плотину плавучего острова привел к серьезному загрязнению русла реки и Уснарского пляжа, а в этом году, возможно, именно открытие шлюзов привело к гибели ребенка. Впрочем, нельзя ни в коем случае умалять и влияние других причин, а именно пребывание детей у воды без сопровождения взрослых и купания в неположенном месте. Дмитрий Кукушкин, Сергей Попридуха и Игорь Абрамсон. Первый Балтийский канал.